видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net геометрия 10 и 11 класс это на сент задание 557 две секущие плоскости перпендикулярны к оси конуса тогда давайте изобразим эту ось с о запишем да ну конус и две секущие плоскости альфа и бета секущие плоскости причем альфа перпендикулярно с о и бета перпендикулярно с о докажите что площади сечения конуса этими плоскостями относятся как квадрат расстояние от вершины конуса до этих плоскостей давайте обозначим пусть с 1 и с 2 это площади сечений плоскостями альфа и бета соответственно давайте изобразим эти сечения пусть вот эта плоскость альфа и вот плоскость бета пусть они пересекают ось с о в точках о 1 и о 2 и нам нужно доказать что площади сечения конуса этими плоскостями относятся как расстоять как квадрат расстояние от вершины конуса до этих плоскостей и так с 1 относится к с 2 как расстояние до плоскости альфа от вершины с это величина перпендикуляра с о 1 значит с о 1 в квадрате а расстояние от с до плоскости бета это с о 2 перпендикуляр с о 2 вот нам нужно это доказать давайте рассмотрим проведем образующую с а и обозначим точки пересечения ее с сечениями а 1 и а 2 соединим точки а 1 а 2 с точками о 1 и о 2 получим радиусы окружности которые являются сечениями вот этими двумя плоскостями альфа и бета конуса рассмотрим треугольники треугольник а 1 с о 1 и треугольник а 2 с о 2 оба эти треугольники прямоугольны потому что с о 1 также как и с о 2 это перпендикуляр к плоскостям следовательно перпендикуляр к прямым а 1 1 и а 2 о 2 соответственно эти два треугольника имеет общий угол с следовательно они подобны из подобия треугольников мы можем записать отношения сходственных сторон а именно а 1 о 1 относится к и а 2 о 2 как с о 1 относится к с о 2 этого нам достаточно а теперь рассмотрим площади сечения с 1 и с 2 сечением плоскостью альфа конуса является окружность тогда ее до является круг и площадь круга равна pr квадрате данном случае р это а 1 о 1 значит а 1 о 1 в квадрате с 2 это тоже площадь круга она будет равна pr квадрат радиус а 2 о 2 в квадрате тогда запишем чему равно с 1 делить на с 2 это будет пи а 1 о 1 в квадрате делить на пи а 2 о 2 в квадрате но естественно пи и пи мы можем сократить а теперь учитывая полученное вот это равенство мы можем записать что это будет равно с о 1 к с о 2 в квадрате ну и тогда отсюда получается давайте еще раз перепишем что с 1 относится как к с 2 как с о 1 в квадрате относится к с о 2 в квадрате что и требовалось доказать задание выполнено если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а если у вас появились вопросы пишите в комментариях